Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю вкуснейшую армянскую гату с ореховой начинкой. Гата по этому рецепту получается ароматной, нежной и невероятно вкусной. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала приготовлю тесто. Для этого муку я просеяла в миску. К муке добавляю разрыхлитель, щепотку соли, ванильный сахар и все хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю сливочное масло из холодильника и все хорошенько и быстро перетираю в крошку. В полученную крошку добавляю яйцо, сметану и быстро замешиваю тесто. Вот такое, друзья, у меня получилось мягкое нежное тесто. Слишком долго тесто вымешивать не стоит, главное вот тесто собрать в комочек. Перекладываю тесто в пакет. Немножко вот так вот его приплюсну. И тесто отправляю в холодильник приблизительно на 20 минут. Пока тесто отдыхает, тем временем приготовлю начинку. Для этого грецкие орехи я слегка поджарила на сковороде. Они у меня полностью остыли. Орехи я переложила в чашу измельчителя. К орехам высыпаю сахар, добавляю молотую корицу и теперь с помощью измельчителя все перебиваю в крошку. Полученную ореховую крошку я переложила в миску. Сюда же добавляю мягкое сливочное масло и все хорошо перемешиваю. Вкуснейшая ароматная начинка у меня готова. Пока ее отставляю. Тесто я достала из холодильника. Рабочую поверхность хорошенько присыпаю мукой. И теперь тесто нужно раскатать в прямоугольный пласт толщиной приблизительно 2 миллиметра. Тесто я раскатала. Яичный белок я слегка взболтала вилочкой и теперь белком слегка смазываю тесто. На тесто выкладываю начинку и равномерно ее распределяю по всему тесту. Теперь, друзья, немного вот так вот подворачиваю края, совсем немножко, чтобы вот так вот закрыть начинку. А сейчас формирую плотный рулет, только я его буду формировать не круглым, а таким вот немножко приплюснутым. Вот так вот поднимаем и немножко вот так приплюснули. Клеечному желтку я добавила одну чайную ложку молока. Все хорошенько взболтала вилочкой. И теперь желтком сверху смазываю рулет. Вилочкой немножко вот наискосок делаем вот такие вот узоры в одну сторону и вот так вот в другую. Теперь острым ножом рулет разрезаем на порционные кусочки. Готов. Я переложила на противень, застеленный перегаментной бумагой. Обязательно выкладывайте ее на небольшом расстоянии. И теперь буду готовы пекать в обязательно разогретой духовке до 180 градусов приблизительно 20 минут. Вкуснейшая армянская гота с ореховой начинкой готова. Друзья, вы только посмотрите, какая получилась красота. Гота румяная. Все хорошо пропеклось. Она очень ароматная. Посмотрите, какой вот красивый сверху узор. Сверху гота хрустящая, а внутри мягкая, нежная и очень вкусная. Посмотрите, как это красиво выглядит. Как вот видно слои, тонкое тесто, ореховая начинка. Гота по этому рецепту получается невероятно вкусной. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления готы и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного чаепития. Всем пока и до новых встреч!